Видновский центр социального обслуживания «Вера» уже давно разрушил стереотип, что модные девайсы и интернет не для пожилых людей и инвалидов. Теперь здесь в фойе появилось новое устройство. В нашем центре установлен терминал, на котором происходит также обучение всех наших клиентов, которые приходят в наш центр, и посредством него они разбираются, как можно пользоваться данными услугами в мобильном приложении. Многие посетители центра «Вера» уже давно с интернетом на «ты». Здесь постоянно проводятся курсы компьютерной грамотности. Стараемся обучить пользованием интернетом, в первую очередь, чтобы человек мог найти, посмотреть какой-то где-то адрес нужный, посмотреть справочную информацию. Интерфейс терминала – точная копия мобильного телефона. Он позволяет наглядно показать, что пользователь увидит в своем смартфоне. С помощью него можно вызвать социальное такси, арендовать средства реабилитации или заказать сиделку. В данном предложении по услугам сиделки мы также можем выбрать город. Здесь укажите возраст. Мы можем выбрать параметры возраста, выбрать опыт работы также. И образование. Давайте выберем, допустим, высшее. Начать поиск. Вот они отображены, те социальные работники, которые оказывают услуги сиделки. И мы открываем, допустим, Кристину. Здесь полная информация о данном социальном работнике. И получатель может выбрать ту или иную сиделку. Николай Панферов и не предполагал, что станет пользователем мобильного приложения для инвалидов. Мой брат повредил ногу. Соответственно, в субботу мы обратились в больницу, ему наложили гипс. А далее уже нужны были костыли, потому что по дому переходить очень было, передвигаться очень сложно. И на улицу тоже не выйти. Покупать костыли на время нерачительно. Решение проблемы нашлось в течение минуты. Я скачал приложение. Дальше я выбрал нужный мне раздел. Выбрал город. Соответственно, выбрал центр. Нашел, соответственно, то, что мне нужно из инвентаря. Оформил заявку, фамилию, имя, отчество, телефон и конкретно, что мне требуется. Мария Ефимовна Козлова, пользователь продвинутый. Она через приложение вызывает социальное такси. Наш город выбираем. И удобно, да? На букву В видно, оно всегда в самом верху. Вот. Вот. Оставить заявку, да, кнопку у нас? Оставить заявку. То есть вот, еще выдается выбор. Мы с каких-то такси. Какой автомобиль я выбираю? Ну, конечно, какой подешевый. Поднять заявление надо. Как только пользователь совершает заказ, информация об этом тут же появляется у оператора. Сегодня появилась заявка. Мария Ефимовна заказала легковой автомобиль в поликлинику. Я с ней созваниваюсь, определяем время поездки и отправляю машину. Если нужна просто для поездки в какое-то учреждение пенсионеру, инвалиду или просто нуждающему гражданину, мы предоставляем Шевролей или Соболь. У нас три машины. Несмотря на то, что приложение работает сравнительно недавно, уже сейчас центр принимает до 30 заявок ежедневно. Со всеми получателями услуг были проведены разъяснительные работы. Люди были обучены по использованию данного приложения. Также проведена информационная кампания и до сих пор проводится разъяснительная работа по использованию данного приложения. Отдельно стоит сказать, что приложение предназначено исключительно для инвалидов, пенсионеров, ветеранов войны и тех, кому необходима реабилитация после лечения. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.